всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня мы с вами будем раскрашивать вот такую вот баночку здесь у меня свечка я ее уже сделал заранее как я растапливалась заливала сюда свечку я оставлю ссылку в описании у меня уже есть такой мастер-класс и также у меня уже есть мастер-класс как я рисовала одну здесь уже картинку вот в подарок я делала баночку вот это моя уже третья баночка одна у меня уже продала продалась пиль вернее у меня ее вот и теперь вот еще одна у меня для этого нам понадобится еще либо жизнь для снятия лака либо там ацетон спирт ну все что вот у вас есть у меня такой вот есть вот мы ее сейчас помажем вот как он пшикнул можно знаете как наверное разломаю я вот так вот чтобы она потоньше была чтобы лишний жир всякая грязь у нас сошла так сначала надо выбрать наверное да я буду рисовать вот тут вот на этой стороне да она круглая как бы без разницы где рисовать стоит у нас и пока она у нас немножечко подсыхает я расскажу что нам понадобится нам понадобится вода здесь у меня горячая вода из под краном чтобы мои кисточки не засохли я их туда положу вот так же нам понадобятся акриловые краски у меня ладога вот 10 цветов сейчас мы посмотрим какие нам понадобятся сразу же мы будем рисовать зимний пейзаж так значит нам понадобится красный красный да оранжевый наверное как раз все цвета коричневый черного немножко так ну поскольку мы будем рисовать зиму конечно нам понадобится Если что, в принципе, я смогу взять. Ну и белый, конечно. Зеленый у нас елочек вроде бы нету. Не знаю, с ним мне что-нибудь в голову придет. Тут какое у нас... Господи. Розовое, темное. Может быть, да, немножечко даже понадобится. И, в принципе, все. Ее далеко я убирать не буду. Также мне понадобится такая бумажечка. Я сюда положу, как бы буду держать рукой. И также смогу тут какие-то цвета разводить. Ну и также нам понадобится такая палитра. Здесь пищевой пленкой у меня обклеена, чтобы саму палитру не пачкать. Вот здесь я уже рисовала что-то. Вот мы будем с другого края. Так, вот тут вам видно. Проводичку вам видеть необязательно. Так, вот я уже поляпала. Вот. Я, наверное, сразу все разводить, раскладывать сюда не буду. Сейчас буду смотреть по картинке и каждый немножечко просто вот так вот класть. И потому, что акрил сохнет быстро. Чтобы нам не опоздать. Потому что масло, оно сохнет долго там, все. А акрил быстро. И также нам понадобятся кисточки. Так, возьмем мелкие. Так, тут у меня две троечки, но они в принципе разные. Вот эта вот прям прямая, а тут немножко с закруглением. Как бы она в бок такая немножко смотрит. Вот, и вот эта вот моя самая маленькая. Она нам понадобится. Ну и, она вот тут вот еще, да. Вот эта вот. Здесь, не знаю, наверное, тоже где-то может быть щетина, кстати. Может быть тройка, может быть нет. Она уже старая. Даже не знаю, какая она. Вот, ну и там я уже буду вам показывать, какая нам понадобится. Какая, что, как. Ой. Так. Ну и начинаем. Начинаем мы с фона. Так, фон у нас... Фон у нас будет красненький немножко. Вот, вот. Хотя, не знаю, может быть. Может быть, хотя. Чуть-чуть выложу, наверное. Ой. Много выложила. Красненький немножко. Желтенького сейчас положу. Желтого, желтого и чуть-чуть розового. Желтого и чуть-чуть розового. Желтого, желтого и чуть-чуть розового. Возьму я сразу троечку. Это моя любимая, я ей всегда в подписи ставлю. Наверное, я еще беленький подложу себе в серединочку. Батюшки, что-то нам не никак. Еле открыла ее, засохла. Так, ну все, начинаем. Берем чуть-чуть красненький. Чуть-чуть ее с беленьким. И рисуем фон. Всегда начинаем с фона. И тут у нас получается немножко прозрачненьким. Таким. Быстро сохнет довольно. Возьму даже, наверное, эти двумя кисточками буду рисовать. Потому что сверху я тут хочу беленьким. Вот так вот. Да, у меня бывает такое, что я могу рисовать сразу двумя. Когда я ее не успеваю, она уже сохнет довольно быстро. Я хочу, чтобы она была побелее. Немножко. Она немножко прозрачная, но это ничего страшного. Чуть-чуть водички возьму. Вот. Рисуем небольшими такими мазками. Рисуем довольно быстро. Рисуем. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Кстати, еще нам могут понадобиться вот такие вот лаки. Это лаки для ногтей. Покупала я их в фиг прайсе. Просто блески. Они тоже иногда бывают нужны. Стоили они где-то, не знаю, рублей 50, наверное. Где-то так. Просто там слегка, немножечко, чтобы вот это все блестело. Можно чуть-чуть нанести. И все. Тоже очень хорошее. Вот. И так же в конце нам понадобится такой вот, не помню, как он называется. Типа лак. Прозрачный белый лак. Чтобы его сверху нанести. Чтоб можно было пыль вытереть, например. Там, я не знаю, еще что-то. Вот. Не знаю. У меня тут полностью на английском написано. Не знаю даже, как называется. Я что-то пришла в магазин, что-то там спросила и мне его дали. Вот. А снизу баночки здесь вот видите, видна у меня вот эта штучка. Еще что-то видно непонятное. Вроде баночка была чистая, но не знаю. Ее можно вот золотистой такой штучкой. Раскрасть просто снизу. Можно даже вот до этих вот бортиков. Вот. Можно что-то нарисовать тоже подобное. Или раскрасить можно. Можно написать так вот с новым годом. Там 2019. И все. Вот. И также, кстати, он еще дает блеск. Блестит. То есть сейчас вот матовое, а это будет блестеть. Так. Ну, продолжим. У меня. У меня. У меня. У меня. У меня. Один. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 части вот сейчас я ее обмыла мыльным раствором сухую то есть на сухую нанесла вот такой немножко влажную мыльный раствор и она сделалась прямая ее оставлю вот так вот в таком положении чтобы она вместе скрепилась но она все равно видите неровная она чуть-чуть все равно вот в ту сторону вот все равно идет пускай лежит так здесь я наносила золотую красочку вот здесь пытался нанести ровненько получилось так покажется в принципе ничего страшного она высохнет и нанесу снова прям сделаю полностью какую-то такую золотистую и там видно будет может что-нибудь напишу может быть нет посмотрим вот и на силу такой кисточкой ну и все свои я в принципе тоже помыла обязательно ставьте с собой воду горячую чтобы кисточки не сохли чтобы сразу туда опустил и все в принципе вода это как гуашь например гуашью когда рисуете она становится грязненькая у меня вот здесь то же самое жалко не могу вам показать сбоку но она розовая вот попробуем еще раз нанести попробую другой кисточкой вот так же мы с вами там нанесли блесками ранее говорила про лак покупала его фиг прайсе покупала его еще по моему прошлой зимой так вот аккуратненько делаем ну здесь без мазков никак не получится обязательно будет мазок обязательно его будет видно вот можете что-нибудь приклеить туда например какую-то картиночку там у нас по моему год свиньи будет вот поросенка можно поросенка сюда приклеить или нарисовать золотого поросенка втечок да кстати можно так вот ушки допустим нарисовать да втечок вот так и эту улыбку то что год свиньи так немножко сейчас мы точечки вот эти вот тоже обрисуем тут где-то обрисовано где-то нет вот моя свечка принципе готова дождем пока она засохнет здесь она смотрите как классно получилось не знаю как будет видно вам через камеру она прям очень блестит вся такая очень яркая красивая попробую камеру не камера это а вот так наверное видно такая прям очень яркая мне очень понравилось как у меня получилось вот здесь можно еще сделать крышечку у меня есть крышечка не знаю буду я сделать или нет то что прошлый раз я для свечки сделала крышечку но при покупке девушка пришла господи что-то она у меня купила не помню ушла уже звонит на сотовая у вас свечку можно купить да можно звонить снова домофон я бегом бегом ее нахожусь в попыхах ей отдаю тоже не хочется чтоб тоже человек за дверью там долго стоял ждал и в квартиру тоже не пустишь неизвестного человека тоже как страшновато вот и я просто ее забыла отдать уже вспомнила потом ну думаю ладно вот здесь я еще подумаю что сделать не знаю буду ли я вообще здесь рисовать поросеночка или нет самое главное что я хотела вот картинку вместе с вами нарисовать с блестками получилось очень красиво также естественно обязательно будет фотография будет она на аватарке видео вот и также в группе моей вконтакте вот на сегодня это все с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии как у вас получилось не получилось вот если вы хотите присылать свою фотографию можете ко мне пристать на почту там есть почта будет подписано под под видео вот да также еще забыла сказать лаком в принципе можно не обязательно наносить потому что нанесли обычным лаком не обязательно вот ну все всем пока пока спасибо